Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас новый выпуск подарков от подписчиков. Приехала одна 5-килограммовая посылочка от Савелия Дмитриевича. Фамилию я не смог прочесть, я её закрасил и уж прочёл имя отчество. Просто фамилия действительно написана очень плохо, ну то есть я не понял вообще. Я так понял, она с метро Волоколамская, из города Москвы похоже. Не знаю, тут тоже не указан полный адрес, вообще просто метро Волоколамская. Ничего больше, грубо говоря. Ну вот такая вот посылочка от Савелия, 5 кг, ребят, не знаю что в ней. Тоже опять же не помню уже о чём мы договаривались, либо через админов этот человек договаривался. Но факт в том, что посылочка приехала и давайте её откроем, ребят. Так, ребятки, коробочка открыта, что-то выпало. Выпали 10 копеек сувенирные. Я, кстати, монетки от подписчиков собираю, мне 5 рублей прислали. Я их не трачу как монеты, я их собираю. Спасибо, это 10 копеек. Так, и тут у нас какой-то журнальчик. Большой театр, 242 выпуск. Не знаю, он зачем мне положил журнальчик человек, но может быть почитать, я его гляну. Хотя я и культура это вещи разные, я быдло животное, а культурные люди ходят в театр. О, пахнет новой типографией. Вот эта распечатанная бумага, классно. Ставьте лайк, кто любил в детстве нюхать новые книги, школьные учебники. О, краска типографическая, какая классная. Спасибо, друг. Но это не моего, так сказать, журнальчика. Давайте начнём. Ё-моё, тут целый пакет чего-то. Ё-моё, ребята. Он застрял, вот. Здесь у нас пакетик, пакетик. Да ну, это тестер Лан Кобелей, ну офигенно. А вторая часть есть от него. Блин, боже, чувак, это суперская штука. Это охренительная штука. Работал монтажником я. У меня был, ну, от предприятия, в общем, проверка Кобелей. Настолько удобная, сволочь, такая вещь, просто жесть. Офигеть. Давайте проверим кабель. Когда работал, у меня была от предприятия. Потом я себе так и не купил. Обрыв искал на глаз, можно сказать, у людей на заказах. Но это редко, крайне редко, поэтому я его покупать себе не планировал. Из-за того, что, ну, такой заказ один раз-то в полгода, может быть, максимум. Штука эта не дешёвая далеко. Так. Так. Ставим в обратную часть, ответную. Ага. Так. Блин, у меня попроще эта фигня была. Ага. Так, я не знаю, это, блин. У меня просто... Я кнопку нажимал, и там один порт, во-первых, был. Так, ну, может, тут должна быть батарейка, кстати? Или нет? Нет, наверное. Ладно, ладно, с этим надо разбираться. Большое тебе спасибо за вот такой вот шизолан-тестер. Офигенно. Для меня, говорю, вещь слишком дорогая была, учитывая, что я... Ну, я говорю, раз в год такой заказ попадается. Но иметь это очень приятно. Я разберусь с ним, как это пользоваться. У меня была, ну, такая больная мыльница, да, как дешёвая фотоаппарат версии. Ты просто на одну кнопку нажимаешь, и показывается, где обрыв у тебя красным. Зелёным горят индикация пинов восьми. Ну, или четырёх, если у тебя четырёхжильный кабель. Вот, если у тебя пол-дуплекс, или как он там, блин, называется, уже всё позабыл. У меня просто зелёным горели те, которые пробиваются, и красным те, что в обрыве. Ну, и здесь всё, разумеется, аналогично. Огромное тебе спасибо, друг. Офигенная штуковина. Далее. Паста теплопроводная, крем неорганическая, ГОСТ. Ё-моё, какой год. 0,95 ещё телефон. Это значит, до 2004 года эта паста. Блин, живая! Живая паста. До 2004 года. То есть ей минимум лет 15, этой пасте. С старой школы. Вот эта паста, скорее всего, хорошая. Это не так АПТ, что продаётся в наших магазинах нынешних. Большое тебе спасибо, Савелия, офигенно. Я её отложу, и всякие пни, всякое вот такое железо, которое сильно греется, и да, оно достаточно старое, я буду её использовать. Обещаю тебе. Большое тебе спасибо. Так. Прям годнота. Передняя морда от корпуса. У меня уже целый пакет с ними есть. Не знаю, может быть, где-нибудь пригодится. Рано или поздно. Спасибо. Далее. Так. Это копировальная бумага. Кто помнит такую? Аккуратно её кладёшь, только она должна быть ровной. И вводишь по листу, и она у тебя копирует. Ксерокопир, так называемый, ручной. На этой бумаге она мёртвая уже, только в помойку. Такой бумагой ксерокопировать уже не получится. Увы. Она уже испорчена. Сколько болтиков самых разных, мелких, средних, больших, корпусных. Ну всё, спасибо. Это я рассортирую и разложу в свою, как называемую такую, в свою шкатулочку по нишам по-разным. Большое спасибо за болтики. Это расходный материал, который всегда почти нужен. Так. Порт. LPT. Для старых принтеров, сканеров и вообще старого оборудования. Спасибо. Мне вот такая штучка нужна была. Но, блин, уже не сейчас. Но теперь пусть лежит. У меня в своё время были, пару лет назад я выкинул. Потом она мне пригодилась буквально недавно. Хотел там с сокетом седьмым кое-что к нему подключить. И не смог. Ну ладно, сокет 7 уже отснят. Там, блин, возвращаться к нему не имеет смысла. Дискетка. На 1.4 мегабайта, думаю, стандартная. Спасибо. У меня не так много их осталось. У 4 штучки, это 5-я будет. Какая-то Азу. DDR3. А, нет, DDR2. 512 мегабайт, 667 для ноутбуков. Из фирменного ноута Acer. Вытащена 2008 год. Спасибо. То ли антенна какая-то. Ох ты ж. Понятненько. Я такого давно не видел. Это для теста этого. Ну вы поняли. Классно. Забыл, как называется это стандарт. Спасибо. Так, позолоченный USB. Это прям, это прям свэг. Смотрите. Позолоченный USB. Спасибо. Так, и классический мини-USB. Сата кабель. Здесь идет у нас. И тройничок. Интересно, сколько ватт? 16 ампер. Ага. Вот такой тройничок стандартный. Ну блин, пару компьютеров на него лучше не вешать. Спасибо. Все, в пакетике. А, нет, еще память тут. А еще один гигабайт DDR2. Вот такая ноутбучная. Спасибо тебе. Далее. Далее еще какой-то пакетик у нас тут. Пакетик. Пакетик, пакетик. Тут видеокарточка, наверное. Нет, модем. Ё-моё, это DSL-модем. DSL-модем ZTE. Stream. Stream провайдер такой был. По-моему, у них еще и телевидение было. Вот. Но, по-моему, он не шьется на другие прошивки. А так можно было бы переназначить первый порт на ВАН и стал бы маршрутировать. А, он без Wi-Fi, похоже. Да, он без Wi-Fi. Но, к сожалению, уже совершенно бесполезная штука. Даже если переназначить порт, уже никуда не применишь его. То есть, так, если хотя бы Wi-Fi он мог бы раздавать, то без ВАН-порта, ну, без Wi-Fi-модуля ВАН-порта из первого порта – бесполезное занятие. И прошивка его на какие-то кастомные прошивки, попытка его прошить, тоже бесполезная будет. Ну, ладно, спасибо. Мне точно, наверное, не пригодится. Потому что DSL у нас уже умер в городе. В принципе, очень давно умер. Так. Это у нас сетевушка, причем старая. Год, наверное, начало 2000-х, конец 90-х. Скорее всего, 10-ти мегабитная. А, нет, 100 мегабитная. Ага, спасибо. Тоже сгодится. У меня две всего осталось. Старого образца. У нас старого образца старых. Тоже может сгодиться, если еще какие-нибудь ретро-компьютеры вымутим. Большое спасибо. Так. Более-менее... Более-менее качественный 6 пин плюс. Не совсем дохлик, где провода не выдержат никакой нагрузки. Спасибо. А то бывают китайские, как волосинки. То есть, его вот так вот два раза согнул и... Все. Контакта нет. Следующая. Бумажка. Тут какая-то бумага. Много бумаги. Ё-мое, это какая-то башня. Все, да. Да, знаю такую башню. Достаточно прикольная. Блин, ну одна лопасть сломана. Ё-мое, она тут была. Я крутану, дебил. Либо она от пересылки сломалась. Так. Ну, блин, клеить её, мне кажется, совершенно не вариант. От вибрации. Вибрация, во-первых, будет, потому что идеально её прям не склеишь. Это 100%. Хотя шов достаточно ровный. Можно попробовать проклеить, оставить на пару суток посушиться и погонять на максимальных оборотах. Хорошо. Спасибо. Кстати, кулер годный. Вот такие вот четыре теплотрубок. Шесть теплотрубок. Ё-мое, охренеть просто. Жёстко, жёстко. Такой вот залман. Я, правда, испачкался в термопасс чуть-чуть. Спасибо тебе, друг. Надо разбираться. Попробовать склеить. Так, там не было ножек крепления? Вроде нет, ладно. Отыщим. Опа. Так, потом вытащу, а то порву сейчас. Тут, скорее всего, ещё один охват. Нет. Я ошибаюсь. Постоянно ошибаюсь. Блок питания 12 вольт, 1 ампер. Вот такой вот. Может быть, кстати, от модема DSL. Да, от него самого. 12 вольт, 1 ампер. Да. Спасибо, но блок можно применить в других целях каких-нибудь. Так. Давайте вот это вытащим. Какая-то старая-старая видюха. Без охлаждения. Так. Made in China, 2003 год. MX-400. 32 мегабайта, 64 бита. Вот такая. У меня есть MX-400 на 64 метра, по-моему. Она ж пожелтела. Всё пожелтело. Где грелось? Ой-ой-ой. Это отмывает. Надо и кулер искать. Кто-то её без кулера. Кварц выломали. Ну, ё-моё. Кварц выломали. С оплаты. На хз его паяли. Похоже. О, запаяли здесь ещё. Ну, это карта покойника уже, дружище. Не обижайся. Но, скорее всего, придётся её на утилизацию. Потому что у меня есть много MX-400 даже на 64 мегабайта. Но эту прям мучили. Выпаивали кварц, грели её как будто. Зачем? Не понимаю. Они отвалом не страдали в то время. Ладно. Спасибо в любом случае. Может быть, соберём посылочку всё-таки вторую. Одному человеку. Ностальгическому. Ё-моё, ни хрена себе. Вот это ретро PS2 мышь Genius. Во-первых, эргономичная. Посмотрите на её необычную форму даже для тех времён. Ой, какое мягкое колёсико. Блин, как же оно классно крутится. Вы, к сожалению, не можете этого почувствовать. Но в сравнении с дешёвыми сейчас китайскими мышами, очень мягкое колесо у неё. И вот эти боковые кнопки вперёд-назад. Ну, можно их переназначить, наверное, я думаю. Блин, это классно. Я помою её и отложу в ящик ретро запчастей и прочего. Если будут опять сборки какие-то ретро, можно аутентичную мышь к ним применить. Большое спасибо, Genius. Просто красота. Офигенская мыша. Реально. Так. Тут что-то запаковано в большой пакет. Ладно, сейчас к ним попозже перейдём. Тут ещё какая-то мышь, наверное, тоже. Хо-хо-хо! Компорт, наверное, да? Нет, это ПС пополам. Я бы что-то думал, что комп. Шариковая мышь Genius двухкнопочная. Без какого-либо намёка на мышу. О, на скроллинг. То есть, забыл, как колесо называется. Ну, колёсико, в общем. Вот это вот. И с шариком. Ребята, ставьте лайк, кто даже никогда в жизни не пользовался такой мышей. У меня терзают смутные сомнения, что этот шарик не отсюда. Слишком он больно. Нет, вроде нормально всё. У меня просто поплотнее в другой мышь. У меня была тоже Genius, но уже с колёсиком шариковой. Там она на компорту была, и там вот этот шарик был поплотнее сидел. Нет, ну вроде водится. Да, водится. Офигенно просто. Спасибо, друг. Это реально супер-аутентичные вещи. И вот тут целый пакет чего-то. Но перед этим мягкая клавиатура. Клавиатура Kyber Brand Retail. Kyber Brand Retail без намлоков, небольшого размера. Прикольная. Вся такая чистенькая, как будто особо ей не пользовались. Нажимается мягко. С USB-шкой вот так. Можно её отключать. Но она не Bluetooth-клавиатура. Нет. Просто бывает, они заряжаются, и как бы Bluetooth-клавиатура становится. Можно по проводу, можно через Bluetooth. В принципе, годно. Годно. Всё нажимается. Большое спасибо за такую красивую клаву. Наверное, пойдёт в добросборку. Потому что, ну мне, блин, ребят, у меня очень много клавиатур. А обычную клавиатуру полноразмерную в добросборку там, если кому-то куда-то отправлять, не положишь. А эту можно вот так вот там, допустим, скрутить и убрать в тубус какой-нибудь и в коробочку положить. Большое тебе спасибо. USB-кабель длинный, кстати. Не будет проблем с подключением к стационарному, допустим. Так. Всё, осталось только вот это вот пакетик у нас здесь. Ещё видюшка, скорее всего, AGP. Это что-то в... Наверное, на 16 мегабайт. 32 мегабайта Riva TNT 2. 32 мегабайта. Классно. Тоже классно. Это всё для аутентичности. Скорее всего, рано или поздно куда-нибудь пойдёт какую-нибудь сборку. Сейчас я всё это рассортирую и уберу вот эту видюху в отдельную коробку моих ретро-комплектующих, так сказать. Я специально их храню подальше от там. Остальных, чтобы не перемешивались и не потерялись. Так, далее. Какой тяжеленный. Тут, наверное, 4 блина в нём, что ли? Какой он тяжёлый. Жёсткий диск VD на VD на 250 гигабайт. IDE. И он очень тяжёлый. Я говорю, там, наверное, 4 блина в нём. Да, так. Вроде не ковыренный. Вроде не ковыренный. Не знаю, работает или нет, но он жёстко-тяжёлый прям. Очень-очень. Спасибо. Следующий. Так сказать. Клин. Чистый. Барракуда 7200, 120 гигов. Тоже IDE. Ну, IDE самые ходовые у нас. Генту была тут операционка. Сейчас он клин. Спасибо. 120 гигов ещё IDE. Ну, тут его жёсткие, да, в этом специальном таком вот пупырчатом пакетике харддиски. Так, так, так. Хоу, Макстер. Макстер Клин, наверное, на 80 гигов. Да, 80 гигабайт. Вот такие. Блин, у меня все... Мне не везло с теми Макстерами. У меня 10 штук умерло, и я очень расстроен с этими Макстерами. В общем, у меня всегда складывались какие-то плохие отношения. Но спасибо. Какой-нибудь, может, сборочка вполне подойдёт. Огромное тебе спасибо. Так. В принципе, это всё, ребята. Больше нету. Посылочка закончилась. Большое, огромное спасибо подписчику Савелию за вот такой вот подгон. Очень много годноты в нём было. Вот такие дела, Савелий. Большое тебе спасибо. От меня огромная благодарность. Продолжай смотреть канал. Рано или поздно, ну, наверное, почти все железки в нём засветятся. Спасибо тебе за подгончик. Вы же, ребят, подписывайтесь на этот канал, на основной. Ставьте лайки. Или не ставьте лайки. В принципе, здесь без разницы. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ещё раз большое спасибо Савелию за эту посылку. Всем пока, друзья. И до встречи в новых видео. Всем пока. Что, ребятки, что-то я подумал, слишком короткий выпуск у нас получается. И прислал мне подписчика Медведка Сергей из города Перми вот такую коробку. Что-то там на добросборке, насколько я знаю. В общем, я хотел, если я всё правильно помню, сначала прислать только одни наушники на добросборке людям. То есть, с компьютером отдать, так сказать, набор игровой. Ну, тут целая коробка. Причём тяжёлая. Я не знаю, килограмм семь, наверное, точно есть. Давайте её откроем. Посмотрим, что Серёга нам прислал. Так, ё-моё. Тут куча всего. Просто жесть. Так, это бумаги. Бумаги, бумаги. Ё-моё. Бумаги, бумаги, бумаги. Бумаги, бумаги. Бумаги. Ха-ха. Так, я вижу какую-то еду уже. И круто, круто. Тут есть кофе. Нескафе Крема. Ни разу не пил. Это нежная пенка. Блин. Вообще классно. Выглядит суперски. Я не очень люблю такой кофе, конечно, потому что я люблю такой, типа, дерзкий, дешёвый, чтобы он аж по мозгам давал сразу. Ну, я люблю всё, что даёт по мозгам. Ну, блин, оценим. Большое тебе спасибо. Классно. Шикарно. Кофе. И ещё один. Это Нескафе Голд Бористо. Во! Бористо. Это супер. У нас кот Бористо. Он делает кофе иногда, проливает его на стол. И теперь у нас есть Голд Бористо. Кот Бористо и Голд Бористо. Большое тебе спасибо. Классно. Я любитель кофе, поэтому ни за что не откажусь от такого подарка. Огромное тебе спасибо. Как видите, Почта России всё доставила в нормальном состоянии. Блин. И подставка. Подставка для ноутбука. Захару ноутбук в Украину уже уехал. Блин. А так ему бы, наверное, в принципе, она не помешала. Хотя у него там кулер, по-моему, вот тут располагался. Но я её даже распаковывать, ребят, не буду просто, чтобы не портить вид, чтобы она не пылилась. Это вот такая подставочка для ноутбука с двумя вентиляторами, с двумя крутиляторами, питанием по USB. Очень классная вещь для перегревающихся старых буков. Вот если ещё раз когда-нибудь кому-нибудь будем что-то с ноутбуком таким делать старым, вот такая вот подставка пригодится и будет прям отлично подходить. Огромное спасибо. Ну, кофе вообще прям топ. Я не ожидал. Честно. Я вижу, тут какая-то еда. Ё-моё. Бигланч картофельное пюре с соусом и кусочками куриного филе. Огромное спасибо. Я вот реально, ребят, никогда не шутил. Вы можете присылать мне еду. Главное не травить её перед этим, чтобы я не умер. Чтобы я не умер. Вот. Тут у нас есть бегланч. Блин, это супер. Картошечка. Картошечка. И, кстати, блин, второй бегланч. Ой, но ему стало очень плохо. Ну, внутренность не повредилась. Я имею в виду вот эти пакетики. Но коробку всю замяло. Что-то в неё уперлось и замяло всю коробку ей полностью. Но ничего, можно покушать второй раз вот в одной коробке. Тут на двоих. Я чувствую, моя жена скоро будет романтический ужин. Классно. Спасибо большое. Жалко, что чуть-чуть помялось. Так, тут я смотрю, пиво, что ли, блин? Пиво! Я что, ночью сейчас пивко буду пить? А, нет. Домашнее масло из Украины. Сделано из подсолнуха. Нерафинированное для салатов. Большое спасибо. Ну, распаковывать тоже, ребят, я думаю, не имеет смысла именно прям вот досконально. Это масло. 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 Масло я люблю. Масленка. Масло. Вот целая бутыль ясентуки масла. Главное с похмелья не перепутать, что это, ясентуки или масло, иначе ещё хуже станет. Вообще супер, большое спасибо. Офигенно. Так, ребята, дальше у нас есть полотенчик. Полотенчик есть. И что-то ещё для Виктории написано. Ё-моё. Вик, тебе подарили, чтобы ты готовила кушать. Будешь готовить кушать? Там написано для Виктории. Видишь, один подписчик о тебе позаботился, он подарил тебе тостерницу. Ну, бутербродницу, я не знаю. Называется полотенчик. Хрен будет ещё. Супер. Ты будешь готовить бутерброды? Офигенно. У меня была такая, но я её сжёг, когда забыл её и ушёл из дома. Я положил хлеб, пришёл там уголь, и она не работает больше. Это было давно, так что... Что, Вика, будешь готовить хлеб? Супер. Спасибо, блин. Вообще топ. Такие вот... Всё, ребят, не надо мне отправлять ничего. Железа никакой. Просто присылайте мне какие-нибудь вещи. Ладно, шучу, это ещё подумает. Опять зажрался, свинья скажет. Так, это лопасти. Это, походу, дрон. Что там, дрон? Самолёт, наверное. Лопасти какие-то. Термоусадочка. Ё-моё. Прям какая жирная есть, огромная. Два набора термоусадочки. Спасибо. Так. Кулер Залман с подсветочкой. Тоже не буду, наверное, его распаковывать. Хотя, ладно. Это кулер. Запылить, ничего страшного. Так. Кулер Залман. Залман. Так. Да, с подсветочкой должен быть. Вот тут диоды. Классно. Когда-нибудь мы соберём красивый компьютер, который будет весь переливаться разноцветными. А вот. Кто понял, тот поймёт, как говорится. Кто знает, тот поймёт. Спасибо. Шикарно. Так. Это бумага. Бумага, да. 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 И здесь ещё что-то. АРК. Хеликоптер. В Гугле. Плеймаркет. А, АПК. Хеликоптер. В Гугле. В Плеймаркете. Вроде рабочий. Вроде нет. Сейчас я открою, это не могу прочесть. Вот так будет по-понятию. АПК. Ай, Хеликоптер. В Гугле. В Плеймаркет вроде нет. Вроде рабочий. Надо собрать. Будем пускать вертолётики. Так. Самолётики. А, блин, это вертолёт? Ё-моё, здоровый какой. Охренеть. И даже не сломался. Так, а как он работает? Вот тут такие штуки. Мотор где у него? Так, мне кажется, что у него чё-то не хватает. А, нет, у него всё есть. Всё есть. Мотор есть. Это какие-то штуки. Блин, чё там ещё с ним? Зарядка. Так, с ним зарядка и батарейка ещё. А, это свисток какой-то. Это вот в... Похоже, в этот вставляется в телефон. Но сюда вставить-то некуда. Тут их порт типа... Зарядка. Ага. Блин, я, ребят, не знаю, как оно работает. Но если это работает, прикольно. Можно пускать вертолётик. Красиво. Но я не умею летательными аппаратами. Ну ладно, попробуем. Спасибо. Летёй вертолётик. Будешь летать. Далее. О, заглушечки от корпуса. Либо с заломом, либо кого-то похожего. А может они вообще с Китая по маркировке? Не знаю. Чёрные заглушечки, чёрные болтики. У меня на заломомовском корпусе такие были. И давалось две штучки, по-моему, в комплекте, чтобы закрыть дыры, если что. Классно. Спасибо. Это всегда нужная вещь. Расходнички так называемые. Так. И самое вот, что хотел человек отправить основное, это наушники. Это наушнички с микрофоном. У человека есть стретч дома, это круто. Ну нифига, здесь премиальные уши, реально. Это просто, блин, наипремиальнейшие уши. Офигеть. Красивые, щёткие. Оклик. И у меня клавиатуры был обзор Оклик. Скоро ещё будут мышки на обзоре Оклик. И вот такие гарнедуры. Игровая, типа. Вот микрофон есть. Интересно, как этот микрофон в плане разговора. Блин, классно. HS-L320G модель. А то многие иногда спрашивают, что это, блин, я не могу. Вот как-то так. Большое спасибо. Кому-то прям реально повезёт. Классная, хорошая оплётка у них. Приятная на ощупь. Пластик не чувствуется, что прям дешманщина какая-то. Знаете, как есть всякие. Вот мои, например, они прям... Ну, берёшь их в руку. Они, во-первых, не весят ни черта. И они дешманские, прям чувствуются. А эти классные. Супер. Супер. Спасибо. Кому-то реально так вот вообще достанется. Будет рад, наверное. Так. Тут какая-то бумага. Просто бумага. И ещё что-то здесь. Что это? Что это? Я уже, похоже, вижу. Так. Порошитый должен работать. Ага. Это роутер. Да, вон там антенки от него и блок питания. Это роутер D-Link. D-Link DIR 615. Очень популярный в своё время бюджетный роутер. Ну, среднебюджетный. Бюджетные были DIR 300. Этот с двумя антеннами ещё. Ну, блин, неплохо. Неплохо. Большое спасибо. Роутеры тоже годные в хозяйстве ещё. Там просто эти... Блоки питания от него. Всё. На этом всё. А, нет. Нет. Так. Теперь точно всё. Так. Тут вот какие-то... О, нифига. Я понял, что... Блин, какая же это классная штука. Какая это классная штука. Это набор шестигранников самых разных. У меня был такой, я его потерял в машине. Ну, как потерял, я продавал, перепродавал свои машины. Постоянно менял. И в какой-то из машин я забыл вот такой набор. Он у меня был китайский, там половина была стёса на этих. Но, блин, он выручал очень много раз. Особенно вот такие подобные большие шестигранники. В машине где-то что-то снять на некоторых. Не на отечественного производства машинах. Но очень помогали. Огромное тебе спасибо за такой ништяк. Положи его в рабочую сумку, мало ли. Когда-нибудь тоже что-нибудь снять надо будет в машине или где-то ещё на каком-то оборудовании. И он 100% пригодится. Прям шикарно пригодится. Офигенно. Спасибо тебе. Спасибо, Серёг. Отличная посылка. Реально такая с душой. Офигенно. Давно уже такие не приходили. Уже, наверное, полгода. Ну, чтобы я имею в виду, чтобы покушать. Там вот это вот всё. Такая классно. Классно. Реально шикарно. Ну и вот подставочка. Наушнички там на добросборку. Отлично будет. Какому-то человеку повезёт. Он будет рад, я думаю. Наушники реально смотрятся хорошо. И я думаю, звучат они тоже неплохо. По сравнению с моими. Пора бы мне и мои апгрейдить, наверное. Уже что-то, блин, другое брать. Что ж, ребят. Вот такой вот был выпуск. Всем спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк. Спасибо за то, что смотрите. Рано или поздно всё это увидите на основном канале. Так что подписывайтесь на основной канал. Ставьте лайки. И до встречи в следующих видосах. Всё. Серёг, тебе спасибо. И всем вам спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok